Чем образована носовая перегородка? Ну, я вижу, здесь в основном собрались хирурги, поэтому они блестяще справились с этим заданием. И это очень правильно, потому что носовая перегородка является одним из основных частей носа. Почему? Мы часто забываем, что у нас не один нос, это с виду один, их два. Есть правый нос и левый нос. Это совершенно две автономные республики, которые никогда не соединяются в норме друг с другом. Поэтому совершенно отдельное государство, и то отдельное государство. Они боролись за независимость и добились независимости. Поэтому правая половина носа не зависит от левой половины носа. Почему так происходит? Да очень просто. Смотрите, мы часто забываем, что существует так называемый носовой цикл. Люди говорят, ой, я то дышу одной половиной, ой, потом другой половиной, ой, наверное, что-то не так. Но обычно это говорят те люди, которые уже имеют какие-то проблемы. Обычно нормальный человек не замечает этого носового цикла. Он не замечает, что у нас сначала мы дышим одной половиной, а потом второй. Почему? Вот вы все хозяйки и знаете. Закройте комнату, не ходите туда, откройте через неделю. Там пыль и грязь, как будто там опять надо уборку делать. Точно так же у нас мы же не можем остановить носовое дыхание. Вы же все знаете, что человек может месяц без пищи, неделю без воды, два дня без мужчины. И без воздуха сколько? Ну, две минуты, и то вряд ли кто-то выдержит. Поэтому остановить носовое дыхание мы не можем. А уборочку сделать в носу надо. Поэтому что делает наш организм? Он умнее нас. Он сначала открывает хорошо одну половинку, вы дышите свободно, а во второй он наводит порядочек. Когда он навел порядочек, он наоборот, закрывает вторую половинку, открывает эту половинку и происходит так называемый носовой цикл. Поэтому это все правильно. И когда больной впервые вдруг замечает, что у него такое, вы ему объясняете, что все хорошо, все нормально.